Черешня считается отдаленным населенным пунктом, расположен поселок в горной местности. Провести интернет в сельскую школу, признаются специалисты, было задачей не из легких. Но в итоге скорость интернета здесь даже выше заявленной. Этому в 67-й школе рады как школьники, так и учителя, которым также приходилось делать домашнюю работу. Дома все приходилось готовить, искать, приходить к детям уже с подготовленным материалом. Сейчас это можно будет, подготовку к урокам и к ЕГЭ, можно проводить прям онлайн обучение на уроки. Для нас настолько это, ну, почти в шоке, так можно сказать, что у нас такое есть сейчас, с такой большой скоростью интернет. Это очень здорово, я считаю, потому что это даст нам много новых возможностей. Мы сможем проходить какие-либо курсы в школе, участвовать в онлайн олимпиадах международных. Пользоваться различными справочными материалами, литературой, которая может помочь при подготовке индивидуального проекта. Интернет нужен в основном в старшей школе для обучения, подготовки к единому государственному экзамену и поступления в университет. Будет гораздо легче готовиться, обучаться, искать какие-либо курсы и справочные материалы. Высокоскоростной интернет сегодня появился не только в школе села Черешня, но и в местном ФАПе, оказывающем медицинские услуги жителям этого и близлежащих сел. Это порядка 7 тысяч человек. Теперь здесь появится возможность ввести электронную документацию, обмениваться данными пациентов с поликлиниками и больницами, предоставлять электронные больничные. До конца года в рамках нацпроекта и программы «Цифровая экономика Российской Федерации» высокоскоростной интернет появится на 73 социально значимых объектах в Сочи – образование, здравоохранение, в подразделениях пожарной охраны. До конца года высокоскоростную сеть запустят и в 39 школах курорта, более половины из которых – сельские. К концу реализации национального проекта в 2021 году к высокоскоростному интернету в Сочи будут подключены 105 социально значимых объектов. Продолжение следует...